здарова народ вот такая гитара у меня появилась смотрите это у нас фендер стратокастер 1969 года дали мне эту гитару немножко перетряхнуть струны поменять ржавчину почистить слегонца как-нибудь получилось подкрутить тут что-нибудь вообще посмотреть чё к чему многие охотятся с гитарами такими старыми цена у него где-то сейчас от двух с половиной до пяти тысяч евро стоит ли она своих денег но не об этом речь да речь о том что вроде казалось бы стандартный стратокастер что может быть да тут ничего в нем такого как примечательного нету вот допустим еще один статокастер на которым я играю сейчас да вот эту гитару вы видели наверно это современную же модель получается это у нас версия стандарт какие отличия да вот эта гитара я когда я взял в руки в общем ладов здесь смотрите 69 год ладов здесь у него получается 20 20 ладов но мензура у нее получается чуть побольше то есть не знаю по моим ощущениям здесь не 648 миллиметров как стандартный стратокастер да а чуть чуть больше то есть у кого пальцы подлиннее возможно для тех то есть получается если 10 на 12 ладу играешь она по-другому все совсем ощущается то есть лады у нее чуть чуть пошире то есть она такая длинная гитара очень тонкий гриф у нее очень тонкий гриф не такой как на стандартных стратокастер на фендерах сейчас вот что еще примечательно то что на этой модели да не завидно здесь нет но здесь анкер встроенный внутри то есть если вы хотите как-то гриф погнуть да чуть чуть куда туда сюда вам нужно все разобрать снять гриф и только потом его настраивать но здесь я решил гриф не крутить потому что гитара старая и лучше лишний раз дерево не мучить на самом деле тем более есть проблему у грифа определенные которые не решить уже что еще могу сказать про него значит смотрите 69 году какая была тема да здесь вот здесь вот видите здесь по идее на гитарах вот этот вот скос струны да он должен быть под углом как у гипсона по идее чтобы они не чтобы не пробежали ничего но чтобы как-то компенсировать задачу фендера да у фендера вы видите абсолютно ровный абсолютно ровный гриф почему поэтому и как бы струны накручивается внутрь до чтобы был угол но если у первых струну самых толстых последних вернее самых толстых они тут ближе всего получается немножко под угол уходит то для того чтобы последние уходили вот этот вот чтобы у них был угол да чтоб тут ничего не доребезжало ничего у современных страта кастеров у них сделаны два крепления удерживающие струны вот немножко вниз да как вы видите здесь же здесь здесь же мы видим с вами только один то есть в 69 году они сделали только один вследствие чего вот это вот конечно третья струна 3 до самая по идее используем вообще в детали она остается как бы без присмотра здесь у нее получается очень и очень у него большой вот можно отметить машинку машинку также короче что на 6 болтах сейчас идут современные машинки на 2 болтах здесь еще помимо 2 4 штуки вкручены просто так как как бы про запас получается да но странно то что машинка вот эта вот машинка она очень хорошо работает вот на этой гитаре поиграем на ней попозже вообще держит строй офигительно да так же примечательно то что нет крышки вот этой вот да а по идее конечно тут нужная крышка и крышка нужна и нужно что-то сюда запихать еще внутрь потому что конечно дребезжать они будь здоров эти с пружиной особенно с машинкой вот смотрите как старый рояль то есть это конкретно нас уже 100 пружин тут музыкальных же стали за 48 лет 48 лет инструменты можете себе представить здесь через переключатель я даже еще не знаю сам чем конкретно делает три позиции всего то есть вот этот звук сниматель вот этот инэковский раз-два-три то есть не пять позициях современных а вот это первый звук сниматель бридж посередине вина чем еще надо раз-два-три как бы вот и все можно ли играть что можно играть на этой гитаре да тут конечно экземпляр очень старый у меня здесь нужно менять лады здесь нужно менять вот эти вот седла резьба уже вся изношенная у нас вообще в хлам ладов вообще практически уже не осталось но я не знаю обладатель будет ли это вообще делать там навряд ли потому что как бы идет речь о том чтобы тут все было в оригинале понимаете какая тема то есть тут все это заменить то это уже будет не типа не тот инструмент могу сказать сразу так далеко забегая вперед играть на ней не очень удобно она чуть чуть больше по размеру получается у нас ну сто процентов здесь мензура немножко увеличены больше расстояние там уже даже вот так вот с непривычки пальцы даже не буду не попадают на тела ды как по привычке нужно и аккорды побольше так руку делать то есть это у нас получается в интернете смотрел как бы классический стартокастер там и тип вот есть любители именно классики понимаете я конечно сказал что играть на ней лучше вот здесь вот где-то вот в этом диапазоне потому что здесь он за 12 ладом конечно тянутся струны неохотно какие-нибудь такие подтяжки сумасшедшие здесь не сделаешь допустим если если допустим на своей гитаре дана более-менее современно стандарт версии я даже дальше могу тянуть это у нас торцы до торцы свободно этим могу даже башу торцы то здесь это выглядит вот так ну то есть чувствуется модель конечно технически из тех лет намного меньше здесь у него мензуры чем у той это прям просто вот в руках очень маленькая обстоятельства я представляю как какой супер маленький гипсон кажется в руках после 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 вот этого старого стартокастера фендера фендер это прям как старый стартокастер 69 года это как прям я не знаю как большой комод получается очень большая гитара струны новые еще но при том что струны новые как бы все равно машинка да строй держит фантастически машинка хорошо работает кстати думаю может быть вроде как сейчас смеются все над шести болтовыми машинками да может быть что то в этом есть я не знаю хотя вот эти четыре болта казалось бы они лишние то есть в принципе можно убрать ну а нет может быть может быть как то не знаю может как то сидит она что лучше но как бы создается впечатление что ей можно пользоваться в отличие от вот всех современных машинок я имею ввиду которые вот эти вот старые ну сейчас поиграем чуть-чуть что возможно конечно вот такая гитара так что я не знаю очень дорогая очень дорогая на сегодняшний момент рыночная цена и вообще бешеная немножечко и так тряханул чуть-чуть совсем потому что нужно спросить вообще у хозяина этой гитары хочет ли он вообще тут все поменять потому что ну тогда не будет исторически в нем ценности это именно настоящий вот он настоящий стратокастер фендер стратокастер вы синхрониз тремоло контур бани так еще могу ответить кстати говоря сказать то что здесь вот какие колки колки здесь открытые старого типа я покажу на фотографиях то есть если вы струну натягиваете нужно сразу кусать ее в определенном месте чтобы хватило намотки намотать ее на колок вчера я по ночи этим заморачивался хоть хорошо все натянуть но натянул вроде отлично и то есть она совлась как бас-гитарь знаете есть такие колки сверху и вот так вокруг без дырки как бы без вот этой вот дырки поэтому лишена она лишена возможно возможности как-то неправильно вообще струны намотать потому что всего один вариант намотки тут существует если там с дыркой мы кое-как вообще их короче натягиваем там дырку засунул кое-как вязал вроде и хрен с ним здесь такая не пройдет штука то есть здесь все нужно четко сделать и так прям быстро на концерте не поменять это все вот такая вот гитара если что интересно еще будет дополнен по ощущениям вот допустим вот этот вот страта кастер и вот этот вот вот эти две вообще два разных инструмента если глаза закрыты вот так это по очереди дать просто в руки в жизни не догадайтесь что это два страта кастера серьезно говорю то есть вот этот просто космолет по сравнению с этим это конечно чувствуется модель конкретно вот эта модель модель конечно из прошлого века ощущается это все вот а это конечно чувствуется вот эта гитара конечно намного современнее все-таки страта кастер вообще фендер и сквая на миссии они не стояли эти все десятилетия если там допустим гибсон одно и то же все выпускал но я представляю что кустар и гибсон может быть у нас какого-нибудь года там 50-го короче то все-таки страта кастер работал вообще работал над моделью совершенствовал ее я могу сказать что конкретно вот эта гитара так гитар для меня лично она больше раритетная такая гитара для коллекции возможно для тех людей кто не ровно дышал к этому из тех годов наверное потому что принципе не знаю рабочая лошадка я ее не назову вот так если каждый день играть на не на концертах так вот такой обзор ну чё поиграем чуть-чуть и 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 Субтитры сделал DimaTorzok